Поздравляю с днём театра и прислала тебе четыре строчки. Слушай, жизнь уходит в драму, то и дело. Дядя Ваня на язык остёр. Говорит, что чайка пролетела над вишнёвым садом трёх сестёр. Раз за разом они примеряют на себя новые образы, характеры, привычки. Чтобы за одну жизнь успеть прожить несколько. В Доме актёра подвели итоги премии «Самарская театральная муза». Артисты очень любят успех. Артисты не всегда радостно воспринимают конфетку в руках товарища. Больше любят конфетку в своих руках. Но это всё является двигателем, движителем, как угодно назовите артиста. Это его стимул к его развитию. Любой конкурс – это желание победить. А желание победить – это работа над собой. В этом году на конкурс «Самарская театральная муза» было представлено более 20 работ профессиональных театров региона, премьеры которых состоялись в 2022 году. Хотелось бы, во-первых, отметить, насколько, может быть, это банально, растёт уровень, профессиональный уровень актёров и репертуара. Да, это непростой выбор, но я думаю, что он честный. Очень было много интересных работ, неожиданных работ. Много было такого материала, с которым я была незнакома, например. В номинации «Лучшая работа солистки балета» приз достался Ксении Овчинниковой. Солистки «Самарского театра оперы и балета» за партию китри в балете «Дон Кихот Ламанческий». Вот эта награда по счёту у меня сегодня седьмая. Лучшим солистом балета стал партнёр Ксении Овчинниковой – Сергей Гагин. Приз ему достался за партию «Базиля» в балете «Дон Кихот Ламанческий». Актёрам, сыгравшим в этой постановке, также досталась победа в номинации «Лучшая работа второго плана» в музыкальном театре. А вот приз за лучшую женскую роль в драматическом театре забрала Наталья Дроздова, сыгравшая императрицу Анну Иоанновну в спектакле «Татищев. Сказание о звере-мамонте» в постановке Вадима Романова. Актриса не раз становилась победителем этого конкурса в разных номинациях. Огромное спасибо за столь высокую оценку жюри. Спасибо за эти аплодисменты. Тем более такой профессиональный наш праздник, как Международный день театра. Приз за лучшую мужскую роль в драматическом театре достался Денису Евневичу. За роль в постановке – Тортьюв Самарского академического театра драмы имени Горького. Конкурс, он даёт стимул для развития коллег, потому что ты себя сравниваешь с другими. Как ты выглядишь на этом фоне, у кого какие удачи произошли в этом году. А впереди нас ждут прекрасные проекты, потому что театр Самарта получают третью очередь в следующем году. Грань получает новое здание. Мы начинаем ремонтировать ДК России под театр-мастерскую. Театр разместится на Чернореченской в здании бывшего кинотеатра «Россия» после реконструкции. Новый корпус Самарты, который строится в рамках нацпроекта «Культура», уже находится на финальной стадии. Его должны сдать в 2024 году. Новые стены обретёт и Новокуйбышевский театр «Студия Грань». Сдача объекта запланирована на вторую половину 2024 года. Александра Гусева, Игорь Казановский. События.